Всем привет, дорогие друзья, с вами Рюха Зверё, и сегодня я вас прям закидаю видосами. Этот ролик, как вы могли заметить, называется «Отзыв» или рецензия на фильм «Форсаж 7» без всяких спойеров. Я не буду касаться сюжета и скажу лишь своё мнение. А вы знаете, сколько людей, столько и мнений, у вас будет своё мнение, и я вам хочу рассказать лично о своём мнении. Йоу, я сегодня записываю видео, это прям свежайшее видео. Четверг, 9 апреля, сегодня состоялась премьера фильма «Форсаж 7». Мы купили билет два дня назад на самый ранний сеанс, и прикиньте, в синем парке это стоило 90 рублей. Таких цен я никогда не видел, и на утренний сеанс 90 рублей в синем парке. Да вы что? Уау! Там обычно где-то по 280, по 180, а тут 90 рублей за один билет. Пришли, народу полно, вся молодёжь, там в основном, да, была молодёжь, все пришли смотреть на «Форсаж 7». Я думаю, что это такой, один из фильмов, которые, наверное, сейчас хотят посмотреть все. Он хорошо разрекламирован из-за трагической кончины Пола Уокера. Очень нравится актёр, и да, конечно, нам очень хотелось посмотреть на его финальную игру. Ну, светлая ему память. Обожал его. Итак, «Форсаж 7». Он был похож на все предыдущие, наверное, три части. Первый «Форсаж» — вот самый лучший фильм, на мой взгляд. Второй «Форсаж», да, мне понравился, но всё равно он как бы похуже первого. Третий вообще извне, но он тоже очень крутой. Четвёртый, пятый, шестой. Ну, четвёртый так, он вроде про Мексику. Да, мне понравилось. А вот пятый, шестой и седьмой, они как бы об одном и том же. Много экшена, много разных трюков, которые они там летают где-то, постоянно перестреливаются. Всё это скатилось в реальную перестрелку. И в седьмом «Форсаже» он идёт два с половиной часа, два часа тридцать минут. Два часа оттуда — это, наверное, чисто экшена. То есть это все перестрелки, это гонки, это на вертолётах, какие-то бомбёжки, чего-то ещё. Прыжки на машинах и тому подобное. А, и, конечно, драки. Вот это вот два часа фильма занимается. Полчаса — это, наверное, начало, середина и конец. Немножко разговоров спокойных. Много приколов, но в основном, да, мне понравилось. Если из десятибальной системы, я бы поставил этому фильму, наверное, ну, вот моё мнение, шесть. Шесть баллов из десяти. Кстати, мне было бы интересно узнать ваш отзыв. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько бы вы дали из десятибальной шкалы этому фильму, если вы уже посмотрели. Если же не посмотрели, то как-то на своих ожиданиях. Трейлер был крутой. Да, смотрел два или три трейлера было всего. Ну, переведены на русский или вообще трейлеру к фильму. Они постоянно бывают разные. По-моему, их было два точно видел. Больше всего мне не понравилось в фильме. Это постоянный экшен. Это постоянные перестрелки, постоянные драки. И машины, да, есть. Машины красивые. Но всё равно нет той фишки, наверное, первого, второго форсажа. Вот она пропала. Даже третьего. В третьем форсаже, помните, всё-таки японские тачки. По-моему, где-нибудь там в Токио были. Это было круто. В седьмом, кстати, вернулись к третьей части и как-то их связали. Но это, посмотрите, будет прикольно. Вели Стэтхэма. Стэтхэм здесь играет роль плохого чувака. Ну, посмотрите, скажете своё мнение насчёт этого. Как он вам? Кажется, будет восьмой форсаж. Слухи уже подтвердились. И, скорее всего, там всё пойдёт уже только без Пола Уокера. Фильм задержали на год. Но, как бы, при просмотре и по окончании просмотра, да, на Пола Уокера круто смотреть. Как бы, актёры хорошие. Но сам фильм как-то очень-очень много всего. Очень много всего. Было бы интересно посмотреть на первую версию фильма. Потому что, ну, целый год дорабатывали фильм. При смерти Пола Уокера какие-то сцены, может, вырезали, вставляли другие, снимали новые. Вы говорили, что там снимается его брат, который на него похож. Ну, по фильму не отличить. Конечно, самая крутая вещь – это конец фильма. То есть, самые последние пять минут, где озвучивает Вин Дизель и как раз про Пола Уокера. Вот там вот даже можно уже даже исполкнуть, вспомнить его. Там повторяются все форсажи, все сцены. И конец просто шикарен. То есть, конец в этом фильме классный. И ты уходишь, ну, в принципе, полностью удовлетворенным, зачем-то ты вошел. Вам, конечно, советую сходить посмотреть данный фильм и поделиться мнением. Возвращайтесь потом в это видео. Пишите в комментариях. Я не часто делаю такие видео, а только на фильмы, которые я сам очень-очень сильно жду. Я поклонник реально всех форсажей. У меня уже в iTunes куплено, ну, пять форсажей точно. По-моему, пятый форсаж я не покупал. А, шестой, четвертый, третий, второй, первый. У меня уже куплено. Я их люблю пересматривать. Ну, вот насчет пересмотра седьмой части не знаю, когда я захочу это делать вновь. Вот не знаю. Ну, давайте увидеться с вами в интернете. С вами был Ирюха Зверев. Пока! Йоу, уже утро, а я топаю на бывший завод АЗЛК. А все потому, что сегодня проходит Tech Trends Expo. Иду туда, может, на часик, посмотреть, что находится, вам показать быстренько. Я там типа как специальный...